Напавших на Брянскую область диверсантов выдавили на Украину, по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в ФСБ. В результате вылазки в области погибли два мирных жителя, ранен ребенок. Президент Путин назвал эту атаку терактом. Что дальше? В Брянскую область проникли украинские диверсанты. Губернатор области Александр Богома сообщил о двух погибших в селе Любичане. После того, как на территорию Климовского района проникла диверсионная группа ВСУ, был ранен ребенок, погиб водитель Нивы, подвозивший детей. Затем стало известно о гибели еще одного местного жителя. Президент России Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По словам главы государства, боевики открыли огонь, видя, что перед ними гражданский автомобиль Нива, в котором находятся в том числе дети. Именно такие люди ставили перед собой задачу решить нас исторической памяти, своей истории, своих традиций и языка, отметил президент. Что дальше? Комментарии Георгия Буфта. Проникновение, кстати, уже не первое после начала СВО диверсионной группы ВСУ на территории Брянской области наделало много шума в инфляционном пространстве. Судя по всему, именно на это, а также на то, чтобы сделать селфи на фоне каких-нибудь зданий официальных органов, и была направлена данная акция. Из разряда информационно-психологических операций. Никакой явной военной цели она, судя по всему, и не имела. Телеграм-каналы стали распространять панические слухи, в том числе о захвате чуть ли не сотни заложников, которые практически ни один не подтвердились. Затем слухи стали охватывать деятельность высших политических сфер. Некоторые думцы успели поделиться якобы точной сокровенной информацией о созыве внеочередного заседания Малого Совета Безопасности, при том, что его секретарь Николай Патрушев находится в загранпоездке. Эти слухи вынужден был опровергать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщивший, что плановое совещание с членами Совбеза у президента Владимира Путина запланировано на 3 марта. Позже уже вице-спикер Думы Александр Жуков в ходе пленарного заседания в Думе заявил, что у него нет информации о каком-либо внеочередном заседании Думы в субботу в связи с событиями в Брянской области. Затем всех успокоило ФСБ, сообщив, что ситуация контролируется и диверсанты не подают признаков активности, и, возможно, уже покинули территорию России. Впрочем, российский фондовый рынок успел упасть и замереть в ожидании заседания Совбеза. То ли будет объявлена война Украине, как требуют некоторые решительно настроенные патриоты, что, впрочем, само по себе никак не изменит суть ситуации, то ли будет введено военное положение в приграничных регионах, как предложил, например, глава Чечни Рамзан Кадыров. Все это, впрочем, не более чем домыслы, хотя ситуация, разумеется, требует некого взвешенного и адекватного реагирования. Вылазка на территорию Брянской области лежит в одной плоскости с засылкой аж целой стаи беспилотников в разные области России накануне. Ни один из них, впрочем, не нанес особо крупного ущерба, а некоторые упали, не долетев вообще ни до каких целей. Эти операции тоже, скорее, следует отнести к разряду информационно-психологических атак. Они явно были приурочены к годовщине СВО, однако, судя по всему, сдвинуты чуть по времени в расчете на то, что после именно 24 февраля соответствующие службы в России могут несколько снизить бдительность. Почему представители президентской администрации Украины как бы дистанцируются от атаки в Брянской области, в результате которой ранен ребенок и погибли два мирных жителя, тоже примерно понятно. Это совсем не те действия, к которым их открыто поощряют западные союзники. Они публично одобряют лишь удары по военным объектам. Однако при этом те же союзники в последнее время начинают все более настойчиво требовать от ВСУ показать какие-нибудь явные успехи в военном конфликте, а то, мол, куда же идет вся западная военная помощь. В этом плане демонстрация самой способности поражать какие-либо цели на российской территории и вообще проникать на нее может быть продана союзникам даже без признания того, что такие действия прямо санкционированы Киевом. Это помимо того, что они призваны оказать морально-психологическое давление на противника и попытаться вызвать как минимум управленческую сумятицу в его рядах. Очевидно, вырабатывая адекватный ответ на эти действия, российские власти будут руководствоваться всеми этими соображениями и попытаются избежать лишних резких движений и скоропалительных решений. Тем более, если на таковые его и пытаются спровоцировать. Количество погибших в результате атаки диверсантов в Брянской области выросло до двух. Убиты двое мужчин мирных граждан, ранен один ребенок. Президент Путин назвал произошедшее терактом. А в ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на Украину, нанесли по ним арт-удар. По некоторым данным, их отряд возглавлял перебравшийся на Украину скинхед Никитин. А несколько инцидентов произошли в Тульской и Курской областях. Курский поселок Теткино попал под обстрел ВСО. Ранение получили двое мужчин, один из них скончался. Также недалеко от Тулы обнаружена большая воронка от взрыва, одна из версий падения беспилотника. Накануне украинские беспилотники проникали в Крым и еще несколько регионов, но все они были сбиты или посажены. Количество погибших в результате атаки диверсантов в Брянской области выросло до двух, заявил губернатор Брянской области Александр Богомас. По его словам, в селе Любичане Климовского района погиб мужчина 66-го года рождения. Ранее сообщалось о том, что от рук диверсантов погиб один мужчина и был ранен, а ребенок Владимир Путин, произошедший на золоте рактом, президент в четверг должен был поехать в Ставропольский край на открытие года педагога, но, как выразился Дмитрий Песков, по понятным причинам президент участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции. И вот что Владимир Путин заявил о произошедшем в Брянской области в ходе теремоста с Пятигорском. Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, Нивы обыкновенные. Открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Я хочу сейчас процитировать нашего выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Десяти лет, то дня рождения которого отмечаем в этом году. Он называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык. Оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое живое целое. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что я о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомню. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем. В четверг член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев говорил о том, что президент проведет срочное заседание Совбеза России по ситуации в Брянской области. Позднее это сообщение проверил Дмитрий Песков. Он уточнил, что плана по проведению экстренного заседания нет, и добавил, что оно состоится в пятницу с постоянными членами Совбеза. Слава Пескова, президент ополучает все оперативные данные о ситуации с украинскими диверсантами. Также в четверг в сети было опубликовано фото и видео, снятые на фоне дверей фельдшерского пункта в Брянской области в кадре. Двое мужчин с оружием и желтыми лентами на рукавах. В одном из них пользователи соцсетей узнали Дениса Никитина, ультраправого националиста, перебравшегося на Украину. Подробности. Сначала, в 2000-х, Никитин с семьей переехал в Кельн. В Германии он увлекся боями без правил и футбольным хулиганизмом. Этот термин используют сами фанаты. В 2014 году он был подозреваемым по делу, возбужденному немецкой полицией после драки фанатов Кельна и Шальки. О себе Никитин рассказывал, что, цитата, «был уличным пацаном, скинхедом и бил морды». В 2008-м основал бренд одежды «White Rex», в принтах которой использовалась иногда завуалированная, а иногда и не очень нацистская символика. Бои в одноименном промоушене, организованном Никитиным, по данным очевидцев, проходили в такой же атмосфере. После переезда на Украину Никитин в различных интервью рассказывал о том, как просил у действующего украинского руководства дать ему возможность легально воевать за ВСУ. Сейчас известно, что подразделение, которое возглавляет Никитин, входит в состав Интернационального легиона Украины, который, в свою очередь, является частью территориальной обороны ВСУ. Властка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена, их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар, об этом ТАСС сообщили в ФСБ. В администрации президента Украины сообщения о проникновении украинских диверсантов отрицают и называют это провокацией жителям атакованного диверсантами брянского села Сушаны. Не запрещено его покидать, заявили местные власти. Силовые структуры работают по всей территории села. Несколько инцидентов произошли в четверг в Тульской и Курской областях. Поселок Теткино в 140 километрах от Курска попал под обстрел в УСУ. Сообщил губернатор региона Роман Старовойт, ранений получили двое мужчин, один из них скончался, второй госпитализирован с ранениями средней тяжести. Все зафиксировали пять прилетов. По предварительной информации, повреждения получили три домовладения. Кроме того, власти Тульской области подтвердили, что в 600 метрах от поселка Березовский, это недалеко от Тулы, обнаруженная воронка от взрыва – одна из версий падения беспилотника, заявили региональные власти. Продолжает корреспондент Тульской службы новостей Людмила Зеленкова. Силовые и экстренные службы продолжают работать на месте взрыва в поселке Березовский Киреевского района. Также на месте у нас присутствуют военные. Как сообщает нас Тульская служба новостей, территория, где произошел инцидент, оцеплена. Ближе, чем на пять метров к огороженной местности, никого не подпускают. По словам местных жителей, громкий звук, похожий на взрыв, они услышали в восьмом часу утра. Причины произошедшего устанавливаются. По одной из версий, это происшествие является падением БПЛА. Ранее Комитет Тульской области по региональной безопасности подтвердил факт взрыва в 600 метрах от населенного пункта. И также уточняется, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Людмила Зеленкова – корреспондент Тульской службы новостей. Из других инцидентов на российской территории за последние дни, в ночь на 1 марта, два беспилотника неустановленной модели упали на территории воинской части в Крыму, сообщили РБК-источники в МВД и территориальном отделе полиции. Один из беспилотников взорвался в результате в служебных постройках повреждены стекла. Накануне российская Миноборона сообщила, что военные отразили попытку атаки дронов на Крым. Шесть беспилотников сбили, еще четыре вывели из строя. По данным ведомства, жертвы разрушений нет.